Девушки отдыхают У матери был огород, пара-тройка кур и небольшой садик за домом. Так и жили, поесть не всегда, что было. Пару раз в год мать ездила в деревню за необходимую, а вот отец был нелюдимый, все больше в лесу пропадал. Мальчик родился у них надиво, смешленный, симпатичный. О школе никто и не говорил, конечно. Судьба мальчика была выписана заранее. Стать лесничим, как отец его. Брал он сына в лес и учил его ухаживать за лесом и зверьем искать тайные тропы. Мать же учила читать и писать. Взрослела он, тут пришла в семью беда. В несчастный случай, рухнувшее дерево. Отец стал инвалидом, полностью парализован. Теперь мать ухаживала за ним, почти не выходила из дома. И парень понимал, что пропитание семьи зависит только от него. Блуждал он в лесу. Добывал пищу, мясо, ягоды. Нашел целое пастбище зверя. Ходил туда каждую неделю, приносил добычу. Ему даже нравилась его жизнь. Была своеобразная прелесть в том, чтобы притащить на плече очередную тушку, разделать ее и приготовить обед для своей семьи. Тарелки на дубовом столе, выструганные по старинке лапшки, наваристый суп с косточками жиркой. А периодически, любимое блюдо, целая миска вишен, крупных, еще влажных. Они стояли посреди стола и смотрели разноцветными радужками с черными кряпинками. Прямо на молодого, красивого парня и его почерневших. Вот уже который год, не двигавшихся родителей. Вкусные животные на пастбище в 30 километрах начали иссякать. Возможно, завтра. Он оставит и этот дом. Пойдет искать дальше этих беленьких животных. Как говорила его мать, на свете много.